Чем заняться на новогодних каникулах и как приятно провести время всей семьей? Об этом позаботилось руководство Видновского детского городка. Здесь для горожан залили каток, установили новогодние фигурки, нарядили лесную красавицу одним словом, в полной мере создали праздничное настроение. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. В этом году руководство Видновского детского городка основательно подготовилось к встрече Нового года. Благодаря привлечению инвесторов и взаимодействию с городской администрацией в парке появилось праздничное оформление, которое непременно должно создать хорошее настроение горожанам. Такой мороз, как раз прям предвестник новогодних праздников, хорошего настроения. Как раз будет заряд бодрости для людей, которые будут энергично двигаться в этот день, проводить время на улицах. И парк Видново тоже подготовился к встрече гостей. В детском городке появились большие надувные игрушки в виде снегурочки, Деда Мороза, елки и царского трона, на котором, кстати, можно фотографироваться. Предоставила игрушки компания-спонсор, которая всегда принимает активное участие в жизни города. Они мягкие, на них можно прыгать, фотографироваться, детишки будут обниматься. Ну, хорошее настроение. Но появились в детском городке и другие достопримечательности. Видновским советом депутатов было принято решение установить в городке каток. Из-за погодных условий его залили только на днях. И теперь лишь остается немного подождать, когда по всем техническим характеристикам он будет пригоден к использованию. А чтобы маленькие детки могли наравне со взрослыми пользоваться им, депутат совета Роман Харланов приобрел в подарок парку специальные конструкции, которые помогут ребятам устойчиво стоять на коньках. Есть фигуры для совсем малышей, чтобы кататься по льду с помощью родителей, а есть для тех, кто только учится выходить на лед. У нас в городе и в районе это вообще впервые. И таких фигурок нигде в районе у нас, я, честно говоря, не видел. Всем маленьким детишкам, любителям коньков, свежего воздуха и активного вида отдыха. Каток будет работать каждый день. С 14 часов и до 16 предусмотрены льготы для бесплатного посещения. В остальные часы сам каток платный, а вот взять прокат коньки можно безвозмездно. Юлия Погосян и Адамия Евгений Садовский. Видно ТВ.